Глава региона посмотрел все площадки, на которых вели состязания и пообщался с конкурсантами. Это студенты техникумов и колледжей, которые сейчас получают рабочие специальности. Многие из них поделились с губернатором, что после планирует продолжить обучение и поступить в ВУЗы. Комфорт жизни сразу же с наличием диплома о высшем образовании, а не о рабочей специальности. То есть это вообще принятое мнение, мнение о семье или мнение о друзей. Я понимаю, как-то надо мотивировать руками и чтобы диплом был. Высшее образование, оно тебе нужно, но не всегда оно тебе может пригодиться. А рабочая специальность – это твой кусок хлеба на любой день. По мнению Вениамина Кондратьева, рабочие профессии сегодня не менее востребованы, чем специалисты с высшим образованием. В подтверждение, организаторы конкурса приводят примеры. На работу ребят приглашают, когда те еще учатся только на первых курсах. У нас парень, который был уже в Казани, занял четвертое место. И теперь он здесь лидирует. Вот он уже заканчивает. Это уже почти выпускник, но он с многодетной семьи, восемь лет. Он уже сегодня спокойно зарабатывает на объекте. На полуфинал чемпионата съехалось почти 200 студентов со всего юга страны. В течение трех дней они готовили сложные блюда, разрабатывали дизайн одежды, строили кирпичные стены, устанавливали сантехнику. Всего представлено 27 площадок с различными профессиями. По словам Вениамина Кондратьева, главное, чтобы этими навыками участники пользовались и после окончания конкурса. Соревнования очень хорошо, но самая главная задача, если они из этих соревновательных павильонов перейдут в рабочие павильоны и на самом деле не расстанутся с рабочей специальностью. Вот это основная задача всего, что сегодня мы здесь проводим. Главное, чтобы рабочая специальность стала их жизнью, а не просто конкурсом. Итоги конкурса и официальное закрытие подведут уже завтра. Напомню, что победители пройдут финал национального чемпионата, который пройдет в конце мая в Подмосковье. А уже в 2017 году финальный этап WorldSkills будет принимать Олимпийские Сочи.